МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Лучше, что буду делать я, рассказывать о том, чем мы занимаемся, и о юбиляре, соответственно, потому что мы с ним заняты общей деятельностью. Кто меня не знает, сообщают, что меня зовут Мария. И сейчас, которые проникаются этими идеями, и люди, которые стремятся к тому, чтобы взаимопонимание было в реальной жизни, мы всё-таки решили сделать камерным, да, камерным. Ну, у нас не получилось, мы хотели маленькую такую встречу с читателями сделать. Мы все очень благодарны вам, что вы здесь. И хочу поблагодарить сразу, потому что я потом могу и позабыть, потому что мы будем в увлекательном путешествии сегодня. У нас ведь вот книги здесь, каждый может взять, и после того, как вечер закончится, это всё ваше. И, кажется, под столом ещё какие-то ящики остались. То есть это всё можно будет забрать. Я могу нечаянно что-то забыть, но я хотела поблагодарить сначала общественную палату и Министерство культуры Кабардино-Калакари за то, что они нам великодушно предоставили этот большой зал. И мы с вами можем достаточно комфортно провести здесь сегодняшний вечер. Сейчас будет небольшой сюжет телевизионный, и после этого, ну, пойдём уже в рабочем режиме. Дмитрий Николаевич, он меня мучил в каком-то смысле писать. Я тогда ещё уже собиралась, совершенно за него пришли гости, которые хотят поздравить нашего юбиляра. Поэтому Мухаммед Мартынович Консуков, руководитель главы администрации, главы КБР. Рома, а можно сюда побольше в зал света? Просят. Добрый вечер, уважаемые друзья. Я с огромным удовольствием сегодня принимаю участие в сегодняшнем творческом вечере наших очень любимых и уважаемых. И первое, это я хотел бы зачитать приветственный адрес Козьбея Куреевича, заслуженному журналисту Каврино-Полкарской республики Виктору Николаевичу Котлерову. Уважаемый Виктор Николаевич, сердечно поздравляю вас со знаменательной вехой, 70-летним со дня рождения. Свой юбилей вы встречаете в полноте душевных и физических сил, видным представителям творческой элиты Каврино-Полкарии. Ваша литературная и издательская деятельность хорошо известна не только в республике, но и за ее пределами. Получилось заслуженное признание и уважение. Ваш писательский багаж богат и многообразен, а журналистский талант давно почитаем многочисленным мечтателем. Родная Каврино-Полкария стала неиссякаемым источником вашего творчества, а труды обогащают как отдельные отрасли знаний, так и общую историю культуры наших народов. Благодаря вашим книгам жители республики открывают для себя множество ранее неизвестных страниц ее истории и достопримечательностей, биографию выдающихся личностей. Написанные вами произведения, проникнуты большой любовью к родной земле, они стали частью духовного богатства наших народов, играют важную роль в нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения. Вы всегда служили и, верю, будете впредь служить делу укрепления взаимопонимания и взаимоумножения, уважения между людьми. От всей души желаю вам доброго здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия, новых творческих успехов. Глава Кабрино-Балкарской республики, Тазвей Кулейчков. В нашей республике самая высокая награда, которая есть, это орден за заслуги перед Кабрино-Балкарской республикой. Игорь Николаевич достойный этой высокой награды. Он и заслуженный у нас журналист, и почетную грамоту имеет. Но вот сегодняшняя дата не могла пройти неотмеченной особым каким-то вниманием и знаком от республики. И поэтому глава нашей республики подписал вчера 195-й указ об объявлении за большой личный вклад в развитие исторического краеведения благодарность Котлерову Виктору Николаевичу. Ну и я всегда бы хотел несколько слов тоже добавить. Конечно, тех добрых слов о Вашем творчестве, о Вашем жизненном пути, еще будет много сказано и в приветственном адресе, все верно подмечено. Но я хотел бы и обратиться, Мария, к Вам и сказать Вам огромное спасибо. Вам огромное спасибо за то, что Вы вместе. Вы вместе и не раздевали. И мы хотели бы очень долгие годы, чтобы Вы также всех нас радовали. И Вы начали с того, что, да, мы очень много лет знакомы. И мы с глубочайшим уважением, я надеюсь, и относимся друг к другу. Я, по крайней мере, точно и к Вам лично, и к Вашей семье. И хочу Вам сказать еще раз от всех и от республики большое-большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошего вечера. Уверен, он будет для всех интересен. А Вам здоровья, благополучия и новых творческих достижений. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ На самом деле, конечно, мы занимаемся литературой, журналистикой, литературой очень давно. Но последние 30 лет, страшно подумать, что это уже 30 лет прошло. Мы существуем как отдельное издательство. Сначала мы назывались Полиграфсервис ИТЭ. Но потом произошла такая казусная, неприятная ситуация. Оказалось, что в республике есть еще одно издательство, вернее, полиграфический комплекс, который называется Полиграфсервис. У нас ИТЭ, а там просто сервис. Ну, мы решили, что мы должны обособиться, чтобы, в общем, больше футаницы не было. Ну, как-то так получилось, что, в общем, случилось то, что и случилось. То есть издательство присвоили мы свое имя. И теперь в России, естественно, на родине и в России знают нас как издательство Марии Виктора Коплеровых. Мы начинали свою работу 30 лет тому назад. Вот я сейчас хочу сказать просто про одну из книг, потому что это был 2000 год. Наша республика активно готовилась к юбилею Алиаса Хаджевича Шагинцукова. И если вот сейчас кто-то помнит, этот 2000 год, это была неносимая жара. Это настолько было жарко. Мы ходили, вот с людьми встречались, с кем-то цикады. Я думала, что они живут только на морях, ну, где-то около морских берегов. Но цикады, они звенели. У меня в голове это все осталось. И тогда впервые в этой книге мы стали работать вдвоем. То есть как бы каждый писал свою часть, потом мы это все соединяли. А до этого, естественно, каждый из нас работал раздельно. Поэтому книга о Борисе Хаджевиче Шагинцукове – это первый опыт. Я писала, так скажем, о душе. А Виктор Николаевич свою часть работы обозначил о сердце. И в общем, в последующем, в нескольких книгах, в том числе в книге о Владимире Калиметовиче Пластанове, мы применили этот же подход. И это казалось правильным, потому что я больше как бы внедрялась в психологию. А Виктор Николаевич, он занимался таким трезвым, разумным анализом всего того, что происходило в жизни этих прекрасных людей. И в те же годы, от 2000-го до 2003-го, мы издали еще третью книгу, книгу «Мухаддини Кишире и Ужаклин». И вот эти три книги, они как бы послужили началом нашей новой жизни в издательском деле. Потом прошли другие времена, другие события, но мы начинали свои поездки по республике. Я просто все не могу же книги перечислить, потому что их за эти годы набралось достаточно большое количество. Даже только наших скромных произведений, и тоже их около 50 на сегодня. Вот, это достаточно долгое перечисляет, но я хочу сказать, как появились вот лежащие здесь, вот вы в Оксанском щеле, например, берете эти альбомы, но мы не собрались вообще изначально как бы их собирать. То есть мы постепенно как бы нарабатывали свой путь методом какого-то поиска, потому что мы горы любили, каждый по отдельности, а потом просто мы ездили, как бы вот как все люди, для того, чтобы посмотреть, подышать. А потом мы поняли, что об этом надо писать, об этом надо рассказывать, и это востребовано. При этом, конечно, мы изучили наших предшественников. У нас были замечательные люди, которые работали сразу после войны, а были люди, которые еще и до войны об этом обо всем писали. То есть для того, чтобы сделать то, что мы сделали, сначала вот это произошло изучение предварительной фазы. И нам очень помогла во всем этом юная наша тогда юная девочка, которая стала бессмерным дизайнером все эти 30 лет, фотографом, наша Жанна Шагенова. Я очень хочу, чтобы, вот честно, аплодисментами. Потому что вы же понимаете, что от лица книги очень много зависит, зависит интерес. Возьмут эту книгу в руки или не возьмут. У Жанны оказался талант. У нее талант не только видеть красивое, прекрасное, правильно строить кадр, правильно оформить, но она оказалась очень дерзкая и очень, ну я бы даже сказала, несколько бесшабашная, потому что она, когда выбирала место для хабдачного снимка, она вообще-то не думала, что там может быть пропасть или еще что-то. Это прекрасное качество, которое позволило ей сделать то, что она сделала, удивительные кадры. Ну и это позволило мне в какой-то степени проверить, выработать в себе осторожность, потому что приходилось ее держать для того, чтобы она куда-нибудь туда не сверзлась. То есть у нас есть действительно достаточно редкие снимки, это все благодаря ей. Ну а что касается выбора тем, когда мы закончили работу над всеми ущельями, которые у нас есть, потом нам довелось и посчастливилось. Люди нам стали доверять, люди, живущие в республике, они стали нам доверять, и они стали нас приглашать не в сами эти ущелья, а в ответвление этих ущельей. И таким образом, но об этом чуть позже потом, и таким образом мы стали проникать эту сцену министра культуры нашей республики Мухаддина Левишевича Кумахова. Добрый день, дорогие друзья, я искренне приветствую всех, кто сегодня пришел в этот зал. Виктор Николаевич, зал пришел к вам, пришел, чтобы сказать спасибо огромное, потому что у вас работа не совсем благодарная, но настолько благородная, что словами это не передать. Сегодня выпускать книги, писать книги и дарить это людям, я думаю, это вошли в вас. Было время, когда людям было не до книг. Даже тогда ваши книги пользовались особой популярностью. Их искали, их находили, их приобретали, их читали. Я желаю вам здоровья, здоровья, еще раз здоровья, потому что в вашей жизни есть все, и душа, и сердце, и мысли, с которыми вы делитесь с нами. Спасибо вам огромное за то, что есть у нас. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, Габартина, я думаю, Маша поделится. Поделится. И несколько слов я хотел бы добавить. Мы с Машей, конечно, в Комсомоле не работали, но вот очень долгие годы мы с ней работаем на Ниве культуры Габардино-Балкарии, и могу сказать только добрые, замечательные, теплые слова, потому что настолько она добра ко всем, настолько она притягательно рассказывает то, во что она верит, а она верит только в добро, что невозможно не увлечься ею. Маша, вот на начало вы сказали, что первый раз я это буду делать. Я вам клянусь, вам надо курс лекций сделать. Оторваться невозможно, рассказывайте замечательно. Спасибо огромное. Поэтому давайте сотрудничать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Достаточно больше. Теперь это все данные скрыты, к сожалению, в архивах, поэтому мне сложно ответить, но знакомясь с теми немцами, которые уже побывали после перестройки в их городе, здесь я удивился тому, что один из них были с Хангой. И как-то эти, в любом смысле, позволяли уйти чуть ли не каждый год в город. Из этого факта немцы сделали очень серьезную политическую кампанию. Восточайшая вершина Европы, кстати говоря, это именно оттуда уже пошло, что она, восточайшая вершина Европы. До этого как-то пропозиционировалось это так. Восточайшая вершина Европы покорилась немецким войскам. Нашли чемоданчик, который полностью оказался соответствующим тому чемоданчику, который найден в последствии вот такие. Обычный коричневый сундучок, в нем какие-то склянки, не имеющие... Мы это, когда нам показывали фотографии, фотографии были черно-белые, эти склянки были, что там просто химический реактивный. В тот момент мы никакого отношения, как сказать, к МНР, мы считали, хотя и надпись это была, что это не имеет. Вернее, имел-то и имеет, но не рассматривали как это какую-то целевую экспедицию, которая произошла на Кавказе. И вот когда несколько лет назад был найден второй чемоданчик, только тогда уже картина стала более местной, более-менее ясной. Мы расспросили очень многих местных жителей. Самые интересные факты выяснились в Баксанском ущелье, конкретно в Севернице-Литву, где три машины, дивизия, волчья, начиная примерно с 29-го, 30-го октября. Накануне, скажем так, вечером он звонил и сказал, что догадался, нашел какую-то разгадку. Он так фанатично был, верил в то, что это какой-то особенный зал знаний, знаний, которые непременно надо проникнуть и надо узнать. И он практически жил там, в районе этой шахты. Вот. И очень жаль, что этот человек ушел. И эта тайна, она пока еще остается тайной, потому что проникнуть туда практически невозможно. Там есть такой запорный камень. Если его убрать, все может обрушиться. Но вот на эту как раз новость, это же началось в 2011 году, понимаете, до сих пор приезжают съемочные группы отовсюду. Буквально их продолжает интересовать именно эта тематика, именно эта тема. И я еще раз говорю, что большая группа людей, которые изучают архивы Третьего Рейха, для того, чтобы понять, а все-таки что они здесь хотели найти? Что они хотели здесь найти, помимо какого-то пропагандистского... Ну, как мы знаем, что они собрали, то есть вознесли знамя на реброс, это как пропагандистский в целях. Мы об этом сейчас говорить не будем. Я хочу пригласить сюда сразу двух уважаемых патриархов, уже так можно, наверное, сказать, Бориса Мустафаевича Зумакулова и Феликса Архмедовича Хараева. И я бы вас попросила уже не уходить, а там вот остаться. Кто из вас будет первый выступать, это вы между собой решите, пожалуйста. Феликса Архмедовича Харькова. Пожалуйста. 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 Он много знает, он много умеет. Перечислять будем все его способности и не перечислить. Но прежде всего хочу сказать, что он очень богат мышлением. Он мыслит там, где мы не достигаем. Его помыслы находятся на такой высоте, которые нам недоступны. Его чувства находятся там, где нам темно. Он интересный рассказчик. В каждое ущелье он так знает, как будто там несколько десятилетий. А какой язык у него? Какой язык? Я запомнил рассказы его о Тезиле. Писал, как помнишь? Тезил. Я общался часто с горняками. Они с какой-то затаенной грустью говорили о Тезиле. Они там работали, они золото добывали, они благополучие ковалось там, видимо. И они жалели, что бросили поселок там. Дело это бросили. Ну, было рентабельно, а потом стало не рентабельно. И решил Виктор Николаевич со своей небольшой экспедицией посетить Тезил. Он говорил о красоте. Но знаете, его рассказы все сопровождаются архетипами мудрости, архетипами истории старинных церковных событий. Он сказался, когда подходили мы к этому поселку, появился образ женщины. Это архетип. Образ красоты, образ таинства. она потом удалилась. Удалилась вроде в сохранившийся единственный дом на краю, на том краю села. Спасибо. Вот это он все рассказывал так. А то он потом говорил о красоте. Это узкое, узкое ущелье. Это Тезилское. Очень узкое ущелье. Его манила эта красота, манила таинство. И на высоте были всякие пещеры. Из пещеры появился опять образ женщины. Он решил заглянуть в эту пещеру. Он стал карабкаться. Он подробно об этом рассказал. Стал карабкаться. Зацепился за скалу. Хотел подняться. Другому стало больно. Он отступил. Он необыкновенный во всем. Вот есть часть книг, которые там он подсказывает. Что из себя представляет такие книги? Нам в жизни много чего не хватает. Знаете, мы специализированные все. Мы ограниченные люди. Нам не хватает гармонии. Нам не хватает целостного видения проблем. Видения недостатка. Достатка общества нам не хватает. А вот эти это учебники для того, чтобы мы восполнили свои недостатки. Устроили недостатки. Он не просто печатает то, что ему там захочется. Или с точки зрения там редактивности нет. Он чувствует, что нужно людям. В чем есть потребность? Это учебники жизни. У него интересное соотношение притязания и призвания. Среди нас много людей. Может быть, они не все в зале как-то. Которые карьеристы, которые тщеславные, которые эгоцентристы. А у него такое призвание. Он только людям хочет служить. Я знаю новый случай, когда он печатает книги бесплатно автор. Автор не в состоянии а он печатает, чтобы достичь то желание, которое пришел к человеку. У него сострадание больше, чем страдание. У него сочувствие больше, чем чувство. Он интереснейший человек. Его надо изучать, изучать пропагандировать и конца нет. Это идеал, которому всем нам надо постепенно стремиться. Я тебя задерживаю. Он говорит, тебя задерживают, я говорю, пожалуйста, ты очень хорошо говоришь. Красиво. Красиво говорит. Я чувствую, потому я выражаю. Я чувствую. Это если я первый ряд позади друзей, в том числе Бориса, и потому что он здесь, потому что он мой однокашник, потому что он единомышленник, потому что он мой единочувственник. Но в этом ряду я бы посадил одним из первых Виктора Николаевича. Да здравствует Виктор Николаевич. После такого прекрасного выступления мне очень трудно, но тем не менее я тоже хочу... А, пожалуйста. Пожалуйста. Я думал, что же мог преподнести? Что же мог преподнести? Наверное, икону надо, чтобы хранил его Бог. Правильно. Вы знаете, история святой человек с Ливана долго молился в пещере во время Второй и Второй войны. Он молился на Россию. И вот он молился, молился, и ему привидение пришло, что надо эту икону обнести вокруг города Сталинграда и вокруг Ленинграда. Он сообщил об этом Сталину. Сталин велел сделать это, выполнить. И когда выполнили, вы знаете, что и Сталинград победил в конце, на концов, и Ленинград выдержал. он пригласил его после войны и дал ему премию сталинскую и орден. Орден он повесил, позволил повесить, а премию сказал, детям все там отдайте. Вот вот такая икона. АПЛОДИСМЕНТЫ Чтобы вы вместе со светлейшей, талантливой, замечательной Марией много лет прожили, много лет творческих вам успехов, вдохновения. Кабардино-Балкария любит вас, мы любим вас, Кабардино-Балкария. И заканчивая, хочу сказать о том, что я не в судьбе вот котировок непроходящий. В 60-е годы я подписал положение конкурса среди старших классников на заданную тему. И когда подводил итоги и подписал итоги этого конкурса, и там значилось имя Котлерова-Виктора, старшеклассника, как победителя конкурса старшеклассников. Вот тогда и через год я написал первую свою книгу. И в этой первой своей книге там высветил имя и фамилию Котлерова-Виктора, как старшеклассника, участвующего, участвующего в конкурсе, старшеклассника, и победивший в этом конкурсе. Так что я хочу сказать Виктору, еще раз живи долго. То, что не сказали, это все было. АПЛОДИСМЕНТЫ Парис, ты тогда сделал первую ошибку. Надо было тебе добавить имя Маши. Это в 60-м году Маша еще готовилась родиться только. АПЛОДИСМЕНТЫ Все необыкновенности встречаются, тогда необыкновенность не случается. Понимаете? необыкновенное трудолюбие. Я часто своим друзьям говорю. Институт, который несколько сот человек насчитывает, не делает столько, сколько Виктор Николаев с несколькими помощниками. Все это возможно благодаря Машине. Вся мудрость отмечает. Сейчас мы дам я отмечаю. Я позорную вас отмечаю. Маши как? Такой же молодой будет еще 70 лет. Ну, хотите, пожалуйста, остайтесь, пожалуйста, здесь? Маша, можно попросить, чтобы вы тут посидели не могу, да? Вот как раз я не думала, что я об этом скажу, но как раз хочу сказать, потому что родоначальники балкарской поэзики Зиме Мичии, и однажды он мне рассказывал, как он своих американских каких-то коллег, целую большую группу, повез туда, где многие вообще из нашего и города, и района не бывает. Он повез в родовую саплю, в селение, то есть в Хуамо-Сенгейское ущелье, показал им музей саплю Кайсена-Кулиева. И потом он мне рассказывал, с каким восторгом, с каким удивлением, с каким изумлением вот эти повидавшие виды американцев в Мичии. А сейчас слово предоставляется, вот как раз сейчас, наверное, это удобно. Так, простите. Виктору Николаевичу за большой личный вклад в развитие исторического краеведения в Кабардино-Балкарской республике и в связи с 73-м юбилеем. От себя лично хочу вас поздравить, пожелать крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов на процветание Кабардино-Балкарии и всей нашей российской федерации. АПЛОДИСМЕНТЫ Кабардино-Балкарские произведения, известные далеко за пределами Кабардино-Балкарской республики, являются литературой. Фолианты, развивающие духовную и нравственную культуру, вносят неоценимый вклад в современную историю нашей страны. Совершенные, неповторимые шедевры, собранные путем многолетних, творческих и научных изысканий, открывают читателям поистине волшебный мир, гуманизма и милосердия. Воспитывают настоящих патриотов и будущих героев отчизны. От всей души желаю крепкого здоровья, долголетия, оптимизма, осуществления задуманных планов, процветания, достижения новых успехов и значимых результатов. Руководитель управления, главный судебный пристав, Слава Ифан Маркова Викторовича. Хотелось бы отметить, что достижения Виктора Николаевича отмечены не только нашим управлением, но и Федеральной службой судебных приставов в целом. Позвольте зачитать приказ. Приказываю наградить почетной грамотой Федеральной службой судебных приставов Котлерова Виктора Николаевича, председателя общественного совета управления Федеральной службой судебных приставов по Кабардино-Балканской.